Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Кто в первый раз зашел ко мне на страничку, мой никнейм Ванила Мария пишется с тремя буквами L и без пробел. Сегодня у нас будет феерия пустых баночек. Я знаю, что вы любите пустые баночки, я их тоже обожаю. Это отличный способ собрать все закончившиеся банки, склянки, все это выкинуть, освободить место для новой косметики. Поэтому не будем долго с вами останавливаться на вступлении. Если вам интересно, что у меня закончилось, какое у меня мнение об этих продуктах, то оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. Первое, что мне попадается, это Parure de Lumiere. Это тональный крем от Guerlain. У меня он почти закончился, тут остатки какие-то. Но это уже не первое средство от Guerlain, которое я выкидываю, не совсем закончившиеся. Объясню почему. Потому что изначально он мне очень нравился. Это потрясающий тональный крем, который увлажняет кожу, идеально на зиму подходит для сухой, обзвоженной кожи. Он делает кожу потрясающе здоровой, сияющей, красивой. Держится он нормально полдня, потом начинает слегка сиять, появляется жирный блеск, но это все с помощью матирующих салфеток решается. Держится он нормально, не сползает кусками какими-то, очень равномерно сходит к концу дня. В целом тональный крем реально классный. Мне он очень понравился, очень комфортный, приятный. Пахнет, конечно же, тут такая вот удобная упаковка стеклянная. Везде, конечно, в плане есть такой вот налет люксовости Guerlain. Приятный запах, классная упаковка, все очень качественно сделано. Но у меня что с метеоритом из базы история такая же, что с этим тональным кремом. Когда он у меня закончился, ну почти закончился, тут остались какие-то маленькие остатки. Он у меня постоял лето, получается, без... Я его не использовала, у меня были другие тональные продукты на лето, более легкие. И я пыталась к нему вернуться осенью и поняла, что он испортился. То есть он поменял свою формулу. Он, во-первых, очень странный, густой стал. Он изначально очень жидкий, очень легко наносится. Он стал какой-то очень неравномерный. Он даже расслоился тут внутри чуть-чуть. Он как-то странно стал наноситься на лицо. Он не ложился так идеально. Он какими-то кусками начал ложиться на лицо. И он начал вызывать какое-то раздражение и прыщики на лице, как вот аллергические. Поэтому я его решила выбросить. Поэтому я так понимаю, у Герлен есть какая-то особенность, что вот когда тут остаются какие-то остатки, проходит там энное количество времени, продукт сразу быстро портится. Поэтому советую вам, если вы покупаете продукты от Герлен, используйте их не как можно быстрее, а просто вот если вы пользуетесь, добивайте до конца, а не оставляйте, как у меня вот такие вот остатки. Следующий продукт от Organic Secret. Марка эта продается, по-моему, в Улыбке Радуге. Очень бюджетный. А, нет, это Delicare. Сама марка продается в Улыбке Радуге. А это серия Organic Secret. То есть они позиционируют эти продукты как органические. Но, честно говоря, тут 50 на 50 лет, потому что здесь и какао-масло содержится, и другие приятные натуральные компоненты, но все-таки и химические продукты тоже содержатся. У меня скраб для тела северной ягоды, сахарный. Он был ядреного-зеленого цвета, красил ванну. Нужно было потом ее мыть после этого скраба, потому что он оставлял реально зелененькие такие разводы. Скраб как скраб, но из-за того, что нужно мыть ванну, я, честно говоря, не советую. Есть и другие очень хорошие скрабы, которые хорошо полируют, отшелушивают кожу. После них не нужно мыть ванну, не нужно пугаться, что ты сам позеленеешь. А здесь, конечно, вот этот вот ядерный краситель вообще ни к чему. Следующий продукт у меня для... Да? Это Renew. Это жидкость для хранения линз. Решила вам здесь показать, потому что относительно недавно в своих лайфхаках я показывала. Это как реально классное бьюти-средство для разведения туши. Я, собственно, просто купила новую упаковку. Здесь уже у меня совсем чуть-чуть осталось. Я решила это выбросить все-таки от греха подальше, потому что все-таки глаза – это достаточно чувствительная зона. И не хотелось бы, чтобы что-то вызвало у меня аллергию из-за того, что я тут какие-то остатки хранила у себя, вот как, собственно, герлен. Я такой любитель пана оставлять. У меня для чувствительных глаз очень мне нравится. И как вот именно по прямому назначению для линз, мне намного лучше подходит, чем более дорогие средства для хранения линз. У меня не вызывает никакой аллергии, никакого жжения. У меня просто было один раз, что действительно это средство жгло глаза. Просто вы как вытаскиваете линзу, ставите ее на место, глаз неприятно жгло. Здесь такого эффекта нет, очень приятное средство. И, естественно, на тушь мне тоже нравится разводить. Очень классная штука. Закончилась у меня любимая моя маска от бабушки Агафьи. Маска голубая, очищающая на васильковой воде. Обычная такая маска глиняная, очень приятная. Но она как? Она обычная глиняная, но она очень кремовая. Она абсолютно вот нету этого эффекта, как от глины, как будто у тебя и сушили лицо. Она похожа теперь на сахар. У меня вот от глины такой эффект есть, от этой маски нет. Но при этом именно вот что хорошего от того, что она глиняная, она хорошо очищает кожу, она очень хорошо и осветляет. Мне это средство нравится. Единственное, что мне не нравится, это упаковка. Я уже в который раз, сколько я рассказываю об этом средстве, говорю, оно фантастическое, оно классное. Девчонки, покупайте, стоит 50 рублей в улыбке радуги. Но у меня всегда обращение к бабушке Агафь, именно к производителям, замените упаковку, пожалуйста, сделать ее более приличной. Потому что мне, честно, я готова доплатить 100 рублей, но чтобы у меня был какой-то приятный тюбик, а не упаковка из-под майонеза. Не нравится мне упаковка. Она удобная, конечно, классная в плане того, что не нужно никуда залезать руками, естественно. Здесь 100 мл, большой объем, но вот сам факт, вот этот пакетик непонятный, мне не нравится. Следующее, что у меня закончилось, это Got2B лак Железная Леди. Фиксация 24 часа для причесок от заката, для рассвета. Классный лак, неплохой, потому что он хорошо фиксирует волосы. У него приятный, не типично лаковый аромат, которого просто можно травить тараканов. Есть такие лаки с таким запахом. Здесь очень он приятный. Он, конечно, если с ним переборщить, перелачить, то можно составить такую прям каркас, вместо прическу, ну, как, прическу такую прям каркасную, и будет этот лак виден. Но в целом его фиксирующие свойства вот на выход. Я этот лак любила на выход, потому что он хорошо именно фиксировал волосы. Ничего никуда не девалось, мне очень-то нравилось, очень хорошо фиксирует. Кстати говоря, вот эти маленькие волосики, baby hair, меня вот прям бесит, честно. Вот у меня вся гладкая прическа, все красиво. У меня, в принципе, волосы не пушатся, они гладкие, прямые. Но вот эти вот волосики, это прям, это мой ночной кошмар. И вот этот лак, кстати, помогал с ними справляться. Еще один скраб, который закончился, это скраб от Organic Shop. Эти скрабы не тестировал, по-моему, на YouTube, только ленивый. У меня он был с шоколадом, органическое масло какао, тростниковый сахар, здесь 250 грамм. Классный скраб, очень люблю их. Они бюджетные, они очень хорошо очищают кожу, не увлажняют, там полируют. Ну и, в принципе, в них такой масляный есть, вот этот вот, как масло здесь содержится, за счет чего кожа увлажняется. Классный скраб, если вы не хотите тратить много денег на скраб, попробуйте вот эти Organic Shop. Они идеальны для своей цены, они очень хорошо работают. И там действительно огромное количество всяких разных вкусов, запахов. Я люблю всякие шоколадные, ванильные, кокосовые, вот такие все запахи. Поэтому, в общем-то, мне он очень понравился. Он называется, кстати говоря, Бельгийский шоколад. Я очень рада, что мне его подарили коллеги в свое время, потому что, ну, классные. Я люблю такие. Следующее, что у меня закончилось, это еще один скраб, персидский сахарный скраб. Относительно недавно я вам рассказывала о продуктах марки Frati Shop в своем видео. У меня целый обзор был, я прикреплю ссылку где-нибудь наверху. Это у меня персидский сахарный скраб. Я его прям, прям вот весь тут, он у меня закончился, прям закончился. Очень крутой скраб, очень классный, тоже хорошо отполировывает кожу. Он более увлажняющий, конечно, более питательный, чем скраб от Organic Shop. Он такой более масляный, мне он за счет этого понравился. Он сахарный, он не вызывает раздражения. Он очень качественно отполировывает кожу. Классный скраб. Тоже советую, обязательно присмотритесь, если вы на данный момент ищите скраб. Потому что и запах классный, пахнет он розой. Очень такой сладковатый и розой. Крутой, ну, медом и розой. Наверное, больше всего он у меня ассоциировался с медом и розой. Запахи, конечно, у Frati Shop, у данной линейки, это просто бомба. Потому что ваше принятие душа, принятие ванны превращается сразу в какую-то спа-процедуру. Очень крутой скраб, поэтому советую. Еще одна маска, которая у меня закончилась от бабушки Агафьи, относительно недавно. Это диктярно-очищающая маска для парной. Я ее действительно отвезла к себе в баню, пользовалась парной. Маску я, с одной стороны, она мне понравилась, с другой стороны, конечно, она меня не так впечатлила, как голубая маска. Она классная. Она классная тем, что вот действительно я ее наносила. Я очищала очень хорошо кожу с помощью бейди. И потом я ее наносила. И она очень хорошо стягивает поры после очищения. Вот это я заметила. Поэтому, в принципе, приятная маска, классная. Но вот такой любви, конечно, у нас не случилось. Как бы с голубой. Я думаю, что вряд ли буду повторять. Но мне понравился вот самый фил, что она хорошо стягивает поры после очищения. Неплохая маска. Закончился у меня масло гидрофильное от мастерской Олеси Мустаевой. У меня было масло розовое дерево. У меня был такой небольшой объем, 50 мл. Но пользовалась я, кстати говоря, очень долго, потому что мне хватило очень-очень надолго этого масла. Поэтому у него расход просто там минимальный. Что хочется сказать. Масло само по себе шикарное. Оно очень хорошо очищает кожу. При этом оно не пересушивает кожу. Очень хорошо снимает даже самый стойкий макияж. С ресниц, вот тушь, все это оно снимает. Нет никаких вот разводов, как у панды. Никаких вот таких проблем нет с этим маслом. Оно снимает все. При этом кожа увлажнена. Кожа очищенная, увлажненная, напитанная после использования этого масла. Очень хорошо очищена. То есть он хорошо очищает именно весь тональный крем. Нет такого, что после использования данного масла у вас остаются остатки тонального крема, который вы там уже убираете тоником или еще чем-то. Оно убирает все. Но минус упаковка. Здесь, когда, здесь получается вот так вот загибается вот этот вот, как называется, от пульверизатора, вот сама трубочка, она загибается наверх. Поэтому остатки вот здесь масла мне приходилось раскручивать и выливать вот так. Поэтому я, наверное, советую производителям продумать эту упаковку, чтобы она была более адекватная для использования. А так, в целом, масло, конечно, просто бомба. Закончилась у меня моя мицеллярная вода от Невея. У меня для сухоочистительной кожи 200 мл. Хорошая мицеллярная вода, хорошо достаточно очищает макияж. Конечно, вот с ресницами приходится повозиться, вот чтобы тушь всю смыть. Приходится, конечно, с ней, ну, не помучиться, а просто как бы уделить большее внимание очищению вокруг глаз. Но, в целом, нормальная мицеллярная вода мне нравится, возможно, повторю еще. Закончилась очередная упаковка моего любимого сухого шампуня. Да, обожаю этот сухой шампунь. Мне он очень нравится. Мне он нравится больше, чем Батист. Объясню, почему. Потому что у меня волосы сами по структуре очень гладкие, очень блестящие. Поэтому Батист, он дает мне очень матовый эффект у корней. Мне это не нравится. Здесь этого эффекта нет. Несмотря на то, что он светлый, он легко вычесывается, расчесывается, распределяется. Его абсолютно не видно на моих волосах. Он хорошо освежает, дает объем. Классный шампунь. У него достаточно такой неотвратительный запах. Он легко выветривается, вы его не чувствуете. В общем, в целом, классный шампунь. Всем советую. Закончилось мое любимое средство из линейки Aqualight от Pantene. Это не смывашка. Я их называю не смываемым. На самом деле, это спрей-кондиционер. Они так культурно называются. Здесь 150 мл. Пользовалось очень долго. Просто вот в этом плане неубиваемое средство. Здесь уже просто... Здесь остатки какие-то есть, но их просто не достать уже. У пульверизатора уже не работает. Средство классное. Действительно, очень хорошо смягчает волосы. Не утяжеляет. То есть, переборщить с ним практически невозможно. Волосы сразу, вот кончики, они сразу, в страны, очень ухоженные, увлажненные, приглаженные. Особенно это заметно в выпрямленных волосах. Волоски лежат просто вот один к одному. Очень круто смотрятся. Поэтому, если вы ищете средство, вот именно такой спрей-кондиционер несмываемый, который стоит недорого, обратите внимание именно на Pantene. Действительно, очень классное средство, которое хорошо сразу вот увлажняет волосы. Но на следующий день бывает такое, что волосы какие-то пересушенные вот на концах, они такие какие-то наэлектролизованные. Очень хорошо борются с электролизацией волос, кстати говоря. И очень хорошо их сразу так преображает. И классно работает. Мне очень нравится. Закончился так же. У меня прям много в этот раз средств, которые мне безумно нравились, которые закончились прям. Шесейда. Это корректор для области вокруг глаз. Мне он нравится, безумно нравится. Мой самый любимый корректор для области вокруг глаз, потому что он увлажняет кожу, он хорошо подсвечивает, его можно наслаивать. То есть можно подкорректировать эту область в конце дня, когда он так чуть-чуть подсошел. Но вам, допустим, надо куда-то пойти на свидание или в театры. Ну, хочется выглядеть более свежий. Он мгновенно освеживает область вокруг глаз, при этом не скатывается. То есть легко его так наслоить. Мне он нравится. Просто безумно нравится. Очень классный. Здесь большой объем. Здесь, если мне... Да, 3,8 мл. В полтора-два раза больше, чем во всех других люксовых корректорах, консилерах. Крутой, классный. Здесь у него такая приятная кисточка. Легко ей работать. У меня был 102 оттенок. Очень советую, именно 102 оттенок подойдет любому. Потому что у меня подруга, она намного светлее, чем я. Она взяла тоже 102 оттенок. Я, несмотря на то, что я бывает там или я там загорелая, я все равно пользуюсь 102 оттенком. Просто когда вы более темная, он чуть более подсвечивает, чуть высветляет область под глазами. Но мне этот эффект только нравится. Я считаю, что область под глазами никогда не будет лишним чуть-чуть высветлить. Это сделает ваш взгляд просто более отдохнувшим, более распахнутым. Очень мне нравится этот консилер. Не куплю только по одной простой причине, что это, по-моему, третий или четвертый. Я хочу чего-то нового попробовать. Но я не исключаю, что я возьму какую-нибудь дрянь очередную и вернусь к нему. В целом, из всего, что я пробовала, под глаза самый крутой, самый увлажняющий, вот идеальный просто консилер для области вокруг глаз. Закончилось у меня, давно уже закончилось, просто вот сейчас я чуть-чуть почистила свой столик с косметикой и попала она сюда. Это тушь Мастер Пис Трансформ, Макс Фактор. Ее, по-моему, сняли с производства, но я все равно расскажу, мало ли, где-то вы найдете ее все-таки. У нее такая необычная, недостаточная кисточка, она силиконовая, у нее мало зубчиков и она расширяется к внешней стороне. Классная тушь, вот реально бомбезная тушь. И я не знаю, как им пришло в голову снять эту тушь с производства, потому что она реально шикарная. Это бюджетный аналог туши So Volume от Guerlain. У них вот эта вот Kills Defender, как-то так называется линейка. Там есть золотая тушь классическая, есть версия So Volume, она черная с золотой серединкой. Вот это бюджетный аналог абсолютной той туши. То есть вот абсолютно она повторяет тот эффект ресниц, который получается. То есть там тоже силиконовая кисточка, только она более такая классическая. Здесь она вот такая более креативная кисточка, если так можно сказать. Но сам вот эффект распахнутых ресниц, очень разделенных, очень красивых, пушистых. Вот все, все в точности, как у той туши. Мне безумно эта тушь понравилась. Очень классная. Я до сих пор не могу найти для себя аналога этой туши. И последние два продукта, которые у меня закончились, от одной марки. Это марка Violata, если мне, по-моему, не изменяет память, это дочерняя марка Artvisage. То есть российская бюджетная косметика. Мне понравилась, честно. И оба средства мне понравились. У меня здесь увлажняющая крем-сыворотка для сухоочувствительной кожи. Очень мне она нравилась. Она вот на лето мне была тяжеловата. Я не пользовалась летом, на осень вообще идеально. Потому что средство очень хорошо увлажняет, питает кожу, не оставляет никакой пленки на лице. Очень хорошо подходит именно для обезбоженной кожи. Дарит сразу комфорт. Очень приятный фруктовый аромат у всех средств, всей линейки. Мне безумно понравилось вот это вот именно средство. Здесь 50 мл хватает надолго. Я использовала именно как просто дневной уход. Косметика ложится идеально на эту увлажняющую крем-сыворотку. Поэтому очень советую, кто ищет уход именно на холодный период, на осень, на весну, на такой переходный. Очень советую для сухой обезбоженной кожи. И еще один продукт это крем для ног. Он пахнет абсолютно так же, как средство для лица. У меня было такое подозрение, что они все это разливают. Из одной бодьи все оно одинаково пахнет. Что для ног, что для рук. Все прекрасно. Но я не думаю. В общем, я надеюсь. Средство классное. Очень хорошо увлажняет кожу ног. Очень хорошо. Оно именно не питательно. То есть, если у вас там какие-то серьезные сухости, трещины, ваши ноги там пережили что-то невероятное, он вам не поможет. Но именно как такой приятный уход на каждый день после душа, чтобы поддержать ваш педикюр от похода до похода к мастеру в нормальном, адекватном состоянии, чтобы не приносить такие грабки, как у волка, своему мастеру его не шокировать. Вот средство очень подходит идеально. Приятное, увлажняющее. Действительно, мне понравилось. Это все, что у меня закончилось за последнее время. Если видео о пустых баночках вам нравится, то ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что из всего показанного мной вы пробовали. Какое у вас мнение об этих продуктах. Напишите мне, пожалуйста, про Герлен. У всех ли такая проблема, как у меня, или только я одна такая умная? Оставляю остатки тонального крема на 350 лет, чтобы они дождались следующего сезона. И все. Всех вас люблю. Целую. До скорой встречи в следующих видео. Пока-пока.